Всем привет, меня зовут Таня. Я начала учиться в школе ПАС в декабре 2021 года. Все началось с прохождения бесплатных курсов по JavaScript, и далее я продолжила на курсе Fullstack разработчика. В первых 4 месяца я уделяла довольно мало времени обучению, это было где-то час-два, и хорошо, если каждый день, после чего я поняла, что этого вообще недостаточно. Когда начался React, я проходила, кстати, его дважды, я уделяла примерно 4-5 часов в день, и это практически было каждый день. На проекте я начала работать с июля месяца, то есть я только тогда поняла, для чего вообще мы это все учили, и как это все можно использовать на практике. На проекте я была где-то 2-3 месяца, после чего начала искать работу. Но, честно могу сказать, что искать работу нужно было намного раньше, и, скорее всего, это и нужно было сделать, но мне было безумно страшно. За все время у меня было 6 технических интервью, и я себе вела Excel-файл, в котором писала имя компании, имя рекрутера, два номера телефона и сколько этапов интервью я прошла. Тем самым я могу сказать по своему опыту, что это было 10 хороших звонков с рекрутерами, которые мне дали всего лишь одно техническое интервью. Я провалила 4 технических интервью, мне было уже не так страшно, как это было вначале, но все равно стыдно. Все-таки очень стыдно, когда ты чего-то не знаешь. Я поехала на буткэмп, мы подредактировали резюме, мне стало звонить намного больше работодателей, мне стали очень много писать. И после буткэмпа на второй день у меня было запланировано техническое интервью. Я его прошла и восприняла его как обычная тренировка, как и все предыдущие. И на утро, на следующий день я получила тот самый звонок, на котором я сказала, что мне предлагают позицию. То есть сам поиск работы занял где-то 2,5 месяца, из которых первый месяц был очень медленный, очень страшный и очень стыдный. Но это был очень хороший опыт, который я насобирала. И я так не поверила тому, что мне дали оффер, что я пошла на следующий день еще на одно техническое, я его тоже провалила, кстати говоря. То есть моя теория такова, что искать работу нужно просто количеством. Чем больше вы звоните, тем больше технических интервью вы проходите, где-то там найдется та компания, которая скажет, о, вот именно он или она нам нужны. То есть именно где-то сидит рекрутер или тимли и ждет именно того, как вы. То есть именно того человека, у которого есть те самые скиллы, которыми вы обладаете. И поверьте мне, за этот курс у вас накопится столько знаний, которые вы даже, наверное, не всегда будете использовать. То есть мой сам путь обучения с нуля был где-то 12 месяцев. И я могу сказать, что тот материал, который нам предоставляли на учебе, он не покрыт полностью. То есть даже сейчас я уже начала работать как неделю. Я все равно обращаюсь к тем самым знаниям и тем самым материалам, которые у нас есть на сайте. И я считаю, что, в принципе, этот курс может подойти абсолютно любому человеку, который готов потратить свое время. Даже пускай это будет год, пускай это будет полтора года. И я могу сказать, что вы, наверное, вы не пожалеете о том, что вы именно сейчас решили все поменять. Если у вас есть хоть какое-то время, желание и вообще упорство, и вы умеете добиваться своих целей, просто начните. Тем более сейчас предлагают бесплатные курсы, на которых вы тем более сможете проверить, подходит вам это или нет. Это будет огромный шаг, это будет огромный челлендж для вас. И не обязательно иметь каких-то базовых знаний о высшей математике, физике и всего, чего дают в университете. И всего будет достаточно именно того, что есть у нас на сайте. То, что дает Виктор, то, что дает вся преподавательская команда, этого будет более чем достаточно, чтобы найти свою первую работу.